Тут неожиданно к нам в институт пришла молодая сотрудница Института химической физики, кандидата химических наук Марина Горбунова, флейтистка. Я вот хотела сказать немножко о Марине, потому что это человек очень талантливый, очень энергичный, и с ее приходом в наш ансамбль, как-то наш маленький коллектив получил как бы второе дыхание. И вообще мы как бы даже и в буквальном переносном смысле наш ансамбль обрел новое звучание, потому что флейта это новый инструмент был в нашем составе, и теперь у нас партия первых скрипок исполняет флейта. Это необычный, редкий можно сказать состав, и поэтому большое спасибо Марине. Я хочу сказать, что Марина закончила музыкальную школу, но по классу фортепиано, и флейтой она начала заниматься уже в очень взрослом возрасте, то есть она уже, ну сколько Марине было? За год до прихода к нам. Так, ну да, за год до прихода к нам. В 2009 году она по осенью к нам пришла, в 2008 она только начала заниматься флейтой. Вот, и в общей сложности она занималась флейтой всего полтора года. А, значит, почему флейтой? Потому что на самом деле, где-то там в 2000-х годах Марина пыталась прийти к нам в ансамбль и подходила к Александру Васильевичу с просьбой, не взяли у нас в ансамбль поиграть. Ну вот тогда Александр Васильевич так очень немножко скептически посмотрел на Марину, и в общем Марина в наш ансамбль не попала. Ну, Марина человек упорный, и чтобы все-таки попасть в наш ансамбль, она вот принялась обучаться, так сказать, игре на флейте. И вот, как я уже сказала, в общей сложности она примерно полтора года всего лишь занималась на флейте. Ну, она брала и частные уроки, училась там в московской музыкальной школе, колледже там имени Шопена. Но вот ее целеустремленность, ее любовь к музыке помогла ей вот за такой короткий период достичь очень больших результатов. И примером того является то, что в Юверхитаре есть такое произведение, как «Шутка» из второй фииты Баха. Это, значит, произведение для флейты, и не каждый непрофессиональный флейти сможет похвастаться таким репептуаром. Поэтому вот Марина вдохнула новую, как бы вот, новую жизнь в наш ансамбль, и, так сказать, сейчас она у нас выполняет очень даже многие функции организатора, и в каком-то смысле даже как-то заменяет Александра Васильевича Раевского. Так что вот я передаю слово, теперь дальше о развитии нашего ансамбля будет рассказать вот Марина. Ну, начну с того, что мое знакомство с ансамблем началось еще с 2007 года. Благодаря Михаилу Петровичу Березину, который пригласил меня в ансамбль, познакомил меня с ансамблем после очередного концерта. Я пришла в ансамбль в 2009 году, а 2010 год, это юбилейный год, в 2010 году ансамблю исполнилось 50 лет, и это был первый концерт, в котором принимала я участие. Несмотря на довольно солидный возраст ансамбля, на тот момент состав ансамбля был довольно молодежным, и кроме Елены Прокофьевой в ансамбле принимала участие студентка музыкального училища Алина Чижова, и мы с Алиной впервые исполнили фортепианный дуэт. Мы играли в 4 руки произведение Джоплина «Рэп Тайм». Здесь показаны фотографии после концерта первого. И за многолетнюю благотворную творческую работу и за популяризацию классической музыки наш ансамбль был награжден грамотой от Института проблем химической физики. В 2011 и 2012 году в Институте проблем химической физики проводился фестиваль вне науки, это фестиваль художественной самодеятельности молодежи, организатором которого являлся Сергей Курочкин, который тоже принимает участие в нашем сегодняшнем концерте. И в этом фестивале наш ансамбль принимал тоже участие. Мы играли как в составе квартета и были также сольные номера. И в 2011 году наш ансамбль также принимал участие в концерте, посвященном 55-летию Института проблем химической физики. В 2012 году на фестивале состоялся дебют нашего дуэта с Юлием Петровичем Мягковым. Это флитовский эпичный дуэт. Для нас это был своего рода эксперимент. И мы исполняли произведение Карла Джеккинса «Танго смерти». Но хочу отметить, что мы репетировали это произведение не только после работы, но и также в обеденный перерыв в лаборатории, в которой было очень холодно. Поскольку фестиваль проходил зимой, было очень холодно, и мы репетировали вот в таких условиях. Ноты было повесить некуда, мы ноты вешали на прищепке, на веревочке, и вот в таких условиях мы выступали. В 2012 году наш ансамбль принимал участие в концерте, посвященном Дню Российской Науки. Также мы квартельным выступали и выступали дуэтом с Музафаром Удиновым. А в мае 2012 года состоялся наш ежегодный концерт. В 2013 году наш ансамбль принимал участие тоже в юбилейном мероприятии, посвященном 10-летию Института физики твердого тела. На слайде показаны фотографии после концерта. Хочется отметить, что на этом мероприятии были гости из областной думы. И как нам потом сказали, они очень удивлялись тому, что выступали не профессиональные музыканты, а художественная самодеятельность. И они даже спрашивали, откуда у Института деньги на содержание таких профессиональных музыкантов. И этот факт был отражен в стенгазете Института физики твердого тела. И там было написано, что наш ансамбль — это пример сотрудничества двух институтов — физики твердого тела и Института проблем химической физики. 2013 год тоже был юбилейный. И наш концерт был посвящен 75-летию Анатолия Павловича Иванова. Это наш артист. Хочется отметить, что это единственный человек, который играл в нашем ансамбле на двух инструментах. Единственный струнник. Он играл на скрипке и на альте. И это был единственный человек, который обладал идеальным слухом. И, но, к сожалению, 2013 год — это был последний концерт с его участием. И в 2014 году к нам вернулся Олег Васильевич Скрипков, наш скрипач, который пришел играть в наш ансамбль еще в 1966 году. Но эти концерты про нас он не забывал и ходил на наши концерты регулярно. И вот фотография тому подтверждения. Олег Васильевич на нашем концерте вместе со своим внуком. 2015 год — это наш юбилейный год. Нашему ансамблю исполнилось 55 лет. Но, к сожалению, в этом году, в 2015, от нас ушел Анатолий Павлович Иванов. И нам пришлось наш юбилейный концерт отложить. И в Институте физики твердого тела мы провели вечер памяти Анатолия Павловича Иванова. И дальше начались наши трудовые будни. Мы стали готовиться, у нас были репетиции, мы стали готовиться к нашему юбилейному концерту. Хочется сказать, что наши все репетиции проходят в корпусе общего назначения в Институте проблем химической физики. И хочется поблагодарить дирекцию за предоставление помещений для наших репетиций. И раньше концерты проходили тоже в корпусе общего назначения. А с 2007 года концерты проходят в Большой гостиной Дома ученых. Поэтому хочется сказать слова благодарности всем сотрудникам Большой гостиной за организацию, за помощь и проведение наших концертов. Все, спасибо.